всем привет сегодня буду собирать бочку под биозагрузку вот старый вот эти старую трубу взял где уже прорези сделаны и чуть усовершенствовал увеличил получается длину и и соответственно такую штуку на два самореза кровельных сделал вот так она получается и и сейчас вот поставлю сюда сверху будет заливаться вода внизу там будет стоять этот диск рационный и вот будет бурлить и сюда перетекать в куб из этой бочки сейчас соберу все пропаяю и продолжу дальше так ночью продолжение моей эпопеи заварил я этими термоклеевым пистолетом замазал герметиком или силиконом что-то короче что было здесь здесь все установил там и подсветку включу подсветка не работает ну а значит выключу короче нам железная вот эта хрень то что я показывал до этого вот вот так стоит я под подсоединю я покажу вот эту трубу вот и она будет вот так стоять то есть у меня бочка будет стоять в углу наверное либо здесь в углу либо вот здесь где-то будет стоять я еще сейчас не определился не знаю вот я ее подниму чтобы выше куба было вот подниму и что соединю эту трубу с этой то есть бочка будет здесь плотную стоять если здесь будет сливаться здесь будет биозагрузка молотить вот насыплю туда ну сколько сможет тут этот распылительный диск перемолоть поднять и соответственно все потом следующий шаг у меня будет после того как я это все сделаю соединить вот это выкрутить вот этот кран сделать там напрямую 50 трубу выход а здесь трубка вентури будет стоять на подсос азонатора озона вот а здесь в баке будет просто биозагрузка сухая то есть воды там не будет вся вода будет стекать и напрямую ходить без всякого сопротивления вот собственно как то так качество воды ну видите сами тоже любуюсь рыбкой с каждым днем все лучше и лучше видно все чище и чище вода кстати пробовал два два мешка этих делать они надуваются но два месте которые меня были они одного диаметра надувается и короче она выливается два один в один если мешки это не прокатывает вот один он периодически сам надувается потом опять сдувается это нормально а два мешка не как заказал я сетку такую же и такой же мешочек на 45 микрон вот будет он у меня стоять именно вот здесь на выходе ну давай о большой карась будет стоять на выходе короче у меня 45 сетка а все остальное то есть сюда в биозагрузку у меня будет сто пятьдесятая ну или двухсотая допустим потом на выходе из без загрузки сто пятьдесятая допустим и здесь сорок пятая ну ничего страшного что три механических очистки это только лучше больше будет мелочевки улавливать мне самое главное чтобы вот на выходе она максимально очищала мне главное чтобы выходила чистая вода потому что здесь работает ультрафиолетовая лампа озонатор будет фигарить и короче это зона смерти будет ее так назову зона смерти там всякие эти черепушки наклею там значки не смотреть не подходить не думать да конечно вечерком когда снимаешь качество немножко не то днем смотрят вообще красота до рыба но на дне стоит она это дно там мне вот единственное непонятно почему малек у меня на дно ушел и надетом ковыряется я вижу стенки объедает почему не не хочет подплывать сюда и не кушать комбикорм раньше постоянно кушала сейчас уже с момента этого блин известкования но сначала кушал а потом чего перестал вообще без понятия почему но они сейчас там вот под этим под скиммером тусят вижу вот так что зона смерти будет у меня здесь да действительно хорошее название будет биозагрузка у меня работать как ее называют она она вся будет получается аэробная что здесь она будет бурлить да вот вот этим распылителем что там она будет просто сливаться на сухую биозагрузку то есть как то так пены вон очень много скапливается 5 на качество воды можно так посмотреть на доноске кирпичи видно ее здесь кружочек такое это дырка от шланга вон шланг идет снизу подходит ну короче ультрафиолет то есть если мне надо будет летом когда будет жара да я думаю не потребует хотя потребуется потому что у меня будет много рыбы вот и она потребуется я просто поставлю еще одну лампочку в 50 трубу или бы что десятую также 2 еще бахну и все будет нормально стоя трусишки некая скоро мои мальки обгонят оранжевого карп это или карась я уже не помню кто короче здесь тусят вам не видно я вижу прямо эти карасе это целая армия отсюда поснимаю чтобы не мешать им пока боятся пускай привыкают по крайней мере уже когда я подхожу туда вот кормить они сразу подплывают и стоят там ждут но как бы пока не уплывают потихонечку потихонечку давайте пару минут так посмотрим и закончим видео на этом а как подключу вот эту бочку я уже выпущу новое видео и посмотрим белые пузырики не знаю чем у меня караси там питаются но они так редко выплывают и едят комбикорм что мне кажется они там просто стенки объедают у меня как-то так как-то так надулся барабан крутится сейчас спустится и опять будет мы барабанный фильтр видели какой вообще огонь там пены столько у ну все сдувается а нет опять надулся вот так короче они два надулись и где я там завязываю там оттуда вода полилась поэтому оставил один барабанный фильтр такой все сдулся барабанный фильтр короче своей жизнью всё живёт короче своей жизнью всё живёт короче своей жизнью всё живёт вот как а ред resistant Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...